Добро пожаловать на Hainius.ru Вы смотрите 69 выпуск нашей информационной программы И сегодня мы обсудим события, произошедшие в мире высоких технологий за последние 7 дней Итак, поехали! Канадские исследователи выявили молекулопереключатель в мозге С помощью которой можно улучшить способность по хранению и запоминанию информации Избавившись от этой молекулы, ученые смогли увеличить продуктивность мозга Исследование на мышах показало, что за блокировку нужных молекул отвечает белок под названием FXR1P Ученые надеются, что их открытие поможет в лечении заболеваний, связанных с работой нервной системы Например, расстройств аутистического спектра и болезни Альцгеймера Далее ученые планируют найти компоненты, ответственные за способность FXR1P Блокировать определенные молекулы Это даст рычаги управления работой мозга Немецкая компания Cloud&Hit разработала методику, которая совмещает работу облачных серверов И умеет грамотно использовать тепло, исходящее от них По большому счету компания просто позволяет хранить дома сервер Тепло которого будет идти на обеспечение горячей воды и отопления Стоимость установки одного сервера составляет около 15 тысяч долларов За эти деньги вы получаете 15 лет бесплатного использования тепла от сервера В летнее время, когда нет необходимости в отоплении, сервер можно вывести из квартиры Компания Samsung в рамках мероприятия Samsung Developer Conference San Francisco представила новое устройство, получившее название Project Beyond Это 3D-камера, совместимая со шлемом виртуальной реальности Gear VR Innovator Edition, который поступит в продажу в декабре этого года Project Beyond использует 16 встроенных камер, снимающих в разрешении 1080p Имеющих собственную систему охлаждения и широкоугольную оптику По словам разработчиков, Project Beyond обеспечивает максимально реалистичный эффект присутствия в режиме реального времени Samsung планирует продавать эту камеру по всему миру К сожалению, ее цена и начало продаж пока не сообщается А как вам такая разработка? Своими мнениями делитесь в комментариях к этому видео А без сомнения, главной новостью минувшей недели стала стыковка лаборатории Фила с кометы Черюмова-Герасименко 12 ноября орбитальный аппарат Европейского космического агентства Rosetta выпустил зонд, который начал свое падение на комету Фила падал в течение 7 часов и затем успешно пристыковался к комете Это конец 10-летнего полета и начало грандиозной научной миссии по исследованию древнейшего тела нашей Солнечной системы Самой сложной частью этого полета была именно стыковка и, как казалось, неспроста Исследовательский модуль Фила дважды отскочил от поверхности кометы, прежде чем оказался в тени скалы на расстоянии 1 км от запланированного места посадки Это усложнило зарядку его солнечных батарей Сейчас ученые стараются собрать как можно больше научных данных, прежде чем у аппарата закончится энергия Солнечный свет выпадает на батареи зонда всего полтора часа за 12-часовой цикл вращения кометы А этого недостаточно для восполнения заряда, с которым он покидал космический аппарат Rosetta Велосипедист Франсуа Жесси на минувшей неделе установил новый мировой рекорд скорости на велосипеде с двигателем Во время заезда он разогнал велосипед до скорости 333 км в час за 4,8 секунды Заезд состоялся на гоночной трассе Сиркуи-Поу-Ришар во Франции Для сравнения, параллельно с велосипедом стартовал автомобиль Ferrari 430 Scuderia, который проиграл двухколесному транспортному средству Специальный велосипедный двигатель обеспечивает 4,5 кН тяги, что эквивалентно 560 лошадиным силам Сам велосипед также имеет специальную конструкцию и компоненты, которые могут выдержать сверхвысокие скорости При этом транспорт обязательно оснащен обычными педалями, без которых он не смог бы называться велосипедом В будущем Франсуа Жесси планирует разогнать свой велосипед до 400 км в час, менее чем за 2 секунды Однако для осуществления данной задумки команде надо найти спонсоров, которые обеспечат финансовую поддержку проекта Развитием дешевого посеместного интернета занимаются несколько мировых компаний, среди которых фигурирует компания Элона Маска под названием SpaceX На минувшей неделе Маск сообщил, что они планируют использовать небольшие спутники для обеспечения доступа в интернет На данный момент Маск не готов рассказать все подробности проекта, однако он сообщил, что речь идет об очень дешевом доступе в интернет SpaceX планирует изготовить 700 спутников, каждый из которых весит около 115 кг, что значительно меньше веса аналогичных продуктов Общая стоимость создания спутника должна составить около 1 миллиарда долларов А на этом все, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех последних высокотехнологичных событий Ставьте лайки, оставляйте свои умные комментарии Пока! Субтитры создавал DimaTorzok